Приметы на яблочный спас. 7 важных дел и 4 строгих запрета. В 2022 году православные отмечают преображение Господня 19 августа. В народе этот день обычно называют яблочным спасом. Так получилось, что в этот день тесно сплелись народные обряды и приметы и православные обычаи. На самом деле спасов всего три. Кроме яблочного еще есть медовый, который отмечают 14 августа и ореховый. Хлебный – 29 августа. Но яблочный, который совпадает с одним из самых главных церковных праздников, преображением Господним считается одним из самых важных. В этот день в церковь несут яблоки нового урожая, чтобы осветить их. В этот день важно соблюдать некоторые правила. Тогда в доме поселится удача и богатство, а незамужние девушки и женщины смогут встретить своего суженого. Четыре строгих запрета на яблочный спас. Работать. Под запретом все бытовые дела за исключением готовки, стряпать на яблочный спас не только можно, но и нужно. Убивать насекомых. Редчайшая удача и огромное счастье, если на руку сели одновременно две мухи. Вам будет вести во всех делах вплоть до конца следующего лета. Главное – не вздумайте их прогнать, и уж тем более пришлепнуть. Посидят и сами улетят. Обижать других насекомых – тоже дурная примета. Убивать насекомых. Существует примета, что две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь будущий год. Главное – не сгонять их, а позволить улететь, когда им самим вздумается. Нельзя также убивать других насекомых, комаров, мошек, жучков. Это считается дурной приметой. Устраивать застолье. Праздник приходится на середину Успенского поста, он самый короткий из многодневных, но при этом строгий. Поэтому веселые застолья и шумные праздники, тем более с крепким алкоголем, недопустимы. Даже традиционную яблочную шарлотку и другую выпечку нужно готовить только на постном тесте. Но в этот день пост можно немного смягчить. Можно съесть рыбу и выпить немного красного вина. Венчаться. Гражданский брак в ЗАГСе заключить можно. Но венчание придется отложить на конец августа. Причина опять-таки в Успенском посте, обряд в этот период проводить нельзя. Семь важных дел на яблочный спас. Навести порядок. Причем сделать это надо за пару дней до праздника. Вспоминаем первый запрет, в этот день убирать нельзя. Но встречать спас в грязном доме – плохая примета. Очистить дом. Считается, что этот обряд очищает жилище от любой дурной энергетики. Яблоко разрезают пополам, вырезают из обеих половинок сердцевину. В одну половину вставляют горящую свечу, обходят с ней в руках всю квартиру или дом. При этом надо читать молитвы и просить Господа защитить от бед. После этого воск, который стек со свечи, нужно переложить в другую половинку яблока, соединить две части и перевязать, а потом зарыть где-то в землю подальше от дома. Осветить плоды. В первую очередь яблоки, но в церковь можно принести любой урожай со своего огорода или из сада. Чаще всего освещают мед и горох. Поесть яблок. Перед тем, как в этот день съесть первый освещенный фрукт, можно загадать желание. Если оно будет искренним, то точно сбудется. А если в этот день съесть яблоко с медом, то здоровье и сил прибавятся на год вперед. А еще на первое яблоко можно прошептать имя любимого, чтобы у вас было счастье. Угостить ближних и нищих. Если про ближних все понятно, гостей на Руси всегда любили, то с нищими удивительная история. Считается, что в этот день их обязательно надо угостить освещенными яблоками. Тогда вас весь год будет сопровождать удача. Посетить службу. В православных церквях 19 августа проходит праздничная утренняя служба в честь преображения Господня. Погадать на яблоках. Если первое съеденное в этот день окажется кислым, то в ближайший год вас ждут трудности и препятствия. Сладкий плод сулит счастье и радость. Потому, какой вкус будет у первого съеденного во второй спас яблоко, судили о своем будущем. Если кислое, впереди трудности и препятствия, если сладкое, счастье и радость. А еще в этот день наши предки по погоде предсказывали, какой будет осень и зима. Сухо, осенью будет мало дождей. Ясно и солнечно, зима будет морозной. Пасмурные сыра, промозглая осень. К 19 августа пожелтели листья, со дня на день похолодает. Приметы и обряды на яблочный спас. Чтобы узнать, нравитесь ли вы кому-то. Красное яблоко разрезают пополам и кладут на подоконник. Между половинками кладут записку с именем человека, который вам нравится. Если первое начнет портиться и темнеть правая половинка, то, увы, любовь безответна. Если левая, значит симпатии взаимные можно предпринимать попытки сближаться. Чтобы узнать, сбудется ли мечта. Нужно три яблока. Красное, желтое и зеленое. Загадайте желание, причем представьте, что оно сбылось. Положите фрукты в одну миску, закройте глаза. Достаньте одно яблоко. Красное, желание исполнится скоро. Желтое, сбудется, но придется потрудиться. Зеленое, увы, эта мечта несбыточна.